Говорит следующий вопрос, какого постановления то есть мазать благовоние до ихрама, но не на тело и на голову, а на куда? На одежду. Говорит, говорит, большинство шафиитов и ханбалитов считают, что это разрешено, но нежелательно. То есть нежелательно, но вместе с этим разрешено. Сказали, если человек намазал на свою одежду благовоние перед вступлением в ихрам, то есть на ту одежду, в которую он будет ходить в ихраме, говорит, а потом он снял эту одежду с себя, то ему запрещено одевать эту одежду повторно. И хадис, потому что пришло в хадисе пусть не одевает из одежды ничего, чего коснулся за афаран или варс, то есть того, чего коснулось благовоние, имеется в виду здесь. Значит, они сказали, почему это нежелательно делать? Потому что если Мухрим снимет эту одежду потом, находясь уже в ихраме, совершая что-то из обрядов хаджа, ему уже будет запрещено одевать эту одежду, потому что пророк, саламу, запретил одевать одежду, на которой есть благовоние. Говорит говорит, и поэтому приверенцы первого мнения посчитали это дело нежелательным, потому что человеку, возможно, понадобится снять свою одежду, а потом он уже не сможет ее одеть, так как это запрещено. А то, что они говорят, что это разрешено, это как аналогия на то, что разрешено мазать благовониями тела, значит, можно мазать и одежду. Это такую провели аналогию, приверенцы первого мнения. Второе мнение в этом вопросе, которое придерживались некоторые шафииты, а также ханбалиты, и лата хрим и залика, то, что это является запретным. И привели в довод хадис, который упоминался ранее, то есть не одевая, пускай, мухрим, одежду, которую коснулось что-то из благовоний. Говорит Говорит, приверенцы второго мнения сказали, поэтому человеку запрещено одевать во время храма одежду, на которую намазали благовоние. Соответственно, на эту одежду также запрещено мазать благовоние до и храма, потому что потом он оденет и будет ходить в одежде, на которой есть и храм. Говорит Говорит, сказали основы то, что это запрещено, но почему мы исключили тело и исключили голову, разрешили обмазать благовониями до и храма голову, бороду и тело? Потому что об этом пришел хадис Аиша. А что касается, говорит, одежды, то в хадисе Аиша относительно одежды ничего не сказано, поэтому одежда остается на основе запрета. Что касается тела, то пришло в хадисе Аиши, который мы приводили ранее под номером 715, о том, что пророк салаллаху алисалям умощал благовониями свою голову и свою бороду, и также свое тело. Значит, это является разрешенным. А что касается одежды, то относительно одежды исключения не пришло. Довода на разрешенность не пришло. Поэтому, что касается одежды, то обмазывать ее благовониями является запретным изначально. Говорит, и это мнение выбрал шейх Ибн Саймин в своей книге Шарх Аль-Мумти, а также как пришло в его фетвах, и это мнение более правильное. Значит, более правильное мнение в этом вопросе какое? То, что человек не должен обмазывать свою одежду и храма благовониями, но может обмазать только свое тело, свою голову и свою бороду. Что касается одежды, то должен оставить ее так, как она есть. Далее, следующий вопрос.